Они обычные подростки, школьники, такие же, как и ты. Они читают книги, знают всё о моде, занимаются спортом и, конечно, развлекаются. Именно они расскажут тебе о самых интересных молодёжных событиях Ноябрьска. Как, а как фишка ляжет. Всем привет! Это программа «Фишка» на канале Ноябрьск-24. И сегодня мы вам расскажем, почему осень не повод для грусти и печали. Узнаем, кто они, добровольцы Ямала. Побываем на кинофестивале «Классика» на экране. И попробуем свои силы в чирлидинге. Фишка «Гоу». Давайте, раз, два, три. Вот он, глаз алмаз. Ну, тогда рука алмаз. От переменными складываемых сумма не меняется. Значит так, Рост, ты к добровольцу. Я и доброволец, это синоним. Идюша, ты давно инсту не обновляла. Расскажешь, чем можно заняться осенью. И без новых уточек не возвращайся. Да без проблем. Тренируйте пальцы, ставить лайки. Арчи, ты не оставляешь мне выбора. Ты на чирлидинг, а я на кинофестиваль. Замётано. Пятюний расход. Поехали. Привет, друзья. И сегодня Фишка отправила меня на самая настоящая кастюнированная пати в стиле героев классической литературы. Что ж, нужно бы приодеться. Ну, вроде бы... Э! Ну, так-то лучше. Пройдёмте же, сударь и судары. Книга или фильм? Книга. Фильм. Ну, наверное, сначала книга, потом уже и фильм. Однозначно книга. Много читаешь? Достаточно. Я так понимаю, тебя мама читать заставляет, да? Да, первое дело было. Смотря какой рассказ, какая книга. Что ты последний раз читал? Король Артур. Джордж Онуэлл, 1984. Книга о тоталитарном режиме. Я думаю, она просто прочитала расписание школьной столовки и на этом всё закончилось. Как считаешь, до чего нужно докатиться, чтобы разговаривать с котом? Просто подойти к нему. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. Докатиться нужно до белого коленя. Деградация. Деградация. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ой-ой-ой-ой. Слышал хоть раз о гадании по книге? Слышал. Хочешь погадать? Я откажусь. Загадывай желание, говори страницу и строчку. Пятая строчка, двенадцатая страница. Возникли небольшие проблемы. Тут нет двенадцатой страницы. Моя очередь. Стосемидесятая страница. Строчка шестнадцать. Я тебя породила, я тебя люблю. По-моему, пора заканчивать наше гадание. Времена меняются. Поколения сменяют друг друга, но всегда есть, были и будут люди готовы помочь в трудную минуту. Их называют добровольцами или волонтерами. Называйте, как хотите. Для чего нужны добровольцы? Это что-то вроде дешевой рабсилы? Ну, конечно, добровольцы нужны, чтобы помогать людям безвозмездно. Добровольцы нужны, чтобы помогать в мероприятиях, организовывать, участвовать, помогать участвовать другим. Это те люди, которые просто делают это все от чистого сердца. Какая будет твоя реакция, если ты увидишь выплывающего Китая из Ханто? Нормально. А почему бы и нет? На самом деле, Ханто, ноябрьский, почему бы нет? Я не знаю, что такое Ханто. Я, естественно, обрадуюсь. Оказывается, в нем все-таки есть жизнь. Сколько бабушек уже успела сегодня перевезти через дорогу? Нисколько я нахожусь в этом центре, меня не выпускают отсюда, здесь нет бабушек. Пока еще мало, с бабушками обстоит дело очень плохо. Вон там находится дорога, а мы на закрытой территории. Мы видим через окно, идут бабушки. Хотим их перевезти, рвемся из окон. Решетки, нас не выпускают, ничего уже не поделать. Так сердце болит за бабушек. Я пыталась раза три перевезти бабушек, но они такие, не подходи ко мне. Кажется, что-то начинает прорисовываться. На самом-то деле, в ноябрьске собрались лидеры добровольческой деятельности со всего округа. Выясним, по какому поводу банкет, так что не переключайтесь. Осень – это опадшие листья, голые деревья и частые дожди. Как сохранить хорошее настроение, когда сама природа говорит тебе «Грусти и пей коричный чай». Меня переполняют мозг. Осень, зима или лето – неважно. Кушать хочется всегда. Поэтому сегодня мы будем экспериментировать. Эксперименты? Что-нибудь такое? У меня есть яблоки-баблоки, груши-беруши и будущее тесто. Поехали! Нормально. Режем яйца. Дома же нормально приготовила. Ну, господи, что со мной и так? А пока наше чудо-блюдо готовится, можно пофантазировать. Шестные речи. Я, конечно, не Стасия-поэтесса, но тоже не промах. Прочувствуйте мой шедевр. Воды ручья несут мои мысли на синих листьях. Тут должны быть аплодисменты. И запомните главную мудрость, которую моей пра-пра-пра-пра-бабушке передала ее пра-пра-пра-пра-бабушка. Если осенью намазать крышу сгущенкой, то весной будут вкусные сосульки. Что ж, фишка легла. И сегодня у меня появилась уникальная возможность познакомиться с девушкой, которая, как вы уже, наверное, сами догадались, занимается черлинингом. Что ж, не буду позориться и отдам инструмент своему мастеру. А мастера этого зовут Олеся Безбородова. Привет. Привет. Олеся, слушай, вот иногда смотришь фильмы про американских черлининг, и складывается впечатление каких-то глупых кукол, которые, кроме как петь да плясать, больше ничего не умеют. Так ли это? Ну, конечно же, нет. Ну, давайте-то по порядку. Что такое черлининг? Черлининг – это искусство спортивного танца, в которого мы черлининг шиповим всю свою душу. Олеся, а вот ты принимала какие-нибудь участия именно в соревнованиях по черлинингам? В нашем городе не проводятся соревнования по черлинингам, зато на каждые соревнования спортивные и мероприятия нас всегда зовут. А теперь о насущном. Почему у вас такая открытая форма? Ну, это чтобы мы выделялись из толпы, и нам было очень удобно двигаться. Есть ли какой-то отбор? Может, вы набираете только брюнеток и блондинок? Ну, конечно же, нет. Мы берем и блондинок, и брюнеток, и даже рожеволосых. А все ли участницы должны садиться на шпагат? Это, конечно же, приветствуется, но если вы не умеете, и у вас есть огромное желание, то вы приходите к нам, и мы все вместе всему научимся. Ну, ты, наверное, поняла, что мы пришли сюда не просто так. Поэтому давай начнем. С чего начинается ваша тренировка? Наверное, с разминки. Поэтому ты будешь делать, а я с тобой буду повторять. Хорошо? Хорошо. Многие из вас, наверное, не раз задумывались о том, как жилось 100-200 лет назад, какие вещи носили, как нам сердце покоряли, а телефоны? Без телефонов-то как? Сейчас мы в этом и разберемся. Что бы было, если бы в конце 19 века вместо кинематографа изобрели бы смартфон? Маяковский вообще бы уже сделал такой прорыв в своей поэзии. Он бы был уже не просто футуристом, а вега-супер. Как завоевать даму сердца? Нужно предложить ей сходить в ресторан, например. Вообще-то девушки больше всего любят шаурму. Это вам так, на заметку. Ну, в моем случае это ее искусить. Ха-ха-ха-ха. Предал бы ты казаков ради польской принцессы? Нет, нет. Точно не предал бы. Друзей на девок не меняем. Козыки – это очень хороший персонал. Думаю, нет. Но потому что у меня есть своя принцесса. Какой милый черт. Как думаешь, почему еще со времен Пушкина девушки не пишут первыми? Пендриваются много. А что это они должны писать? Пусть он сам пишет первыми. Пендриваются много. Знаешь, 18-е, 19-е века. Балы, фрики всякие. Давайте танцуем. Я не против. Ноги мои снимай. А теперь у меня есть мастер. Ха-ха. Для кого-то волонтерская деятельность – это потребность души. Для кого-то – невозможность пройти мимо чужого горя. Но для кого-то – это халявная одежда. С какой целью ты здесь? Я здесь, чтобы получить новые знакомства, получить кучу новых впечатлений, эмоций и чтобы защитить свой проект. Просто есть огромное желание помогать людям, чтобы этот мир стал лучше, чтобы люди понимали, что люди могут помогать просто так. Я вот сейчас попрошу тебя выговорить скороговорку. Волонтеры волонтировали, волонтирули, да не волонтирули. Волонтеры волонтировали, волонтирули, да не вы... Волонтирули. Я вот знаю, что волонтеры работают бесплатно, правда ли? Это вас хоть кормят? Конечно, кормят. Мы бы не работали. В общем, я хотел бы тоже помогать людям. С чего можно начать? Начать надо с себя. Помоги себе стать веселее, стать счастливее. И тогда ты сможешь понять, что надо другим людям, чтобы им стать счастливыми и добрыми. Просто если ты видишь, что идет даже та же самая пожилая бабушка с сумками, просто подойди к ней и скажи, давайте я вам помогу донести сумки до вашей квартиры и все. Мораль Себасин такова. Каждый человек помогает тогда, когда считает нужным. Ну, если заставит. И только волонтер помогает от всей души и от всего сердца. Если повезет. Пока моя еда готовится, надо подумать о братьях наших меньших. Ну или о сестрах. Не суть. Гули, 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 гули! Сегодня будем строить дом, сажать деревья и искать детей. Ну или хотя бы птенцов. Ой, ничего ты не понимаешь. Сегодня я сделаю дом для птиц из папиной бутылки. По-моему, это спирт. Посею поля семечек и найду жителей. Я бы и сама здесь жила. Мама, папа, пока. По-моему, бюджетно и красиво. Не люблю непруктуальных птиц. Тупирно весь дом накрыт, а они не летят. Гули, 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 гули! Слушай, а если на графике нарисовать птеродактиль, что мы вот такой... Карр, карр, карр! Ну давай покажи мне тут самый свой сложный элемент. Я готов уже. Ой, нет, я, кажется, погорячился. Давай начнем с самого простого, а потом ты мне покажешь какую-нибудь связку. Время потрясти помпонами. Олеся, а вы вообще мальчиков берете в команду? Ах, нет. Что тогда старался? Чирлидинг — это все-таки спорт или танцы? Это и то, и то. Это спортивные танцы. Как я уже понял, главный ваш атрибут — вот эти вот штуки. Кто вообще придумал ими трясти? Честно говоря, я сколько ни занимаюсь, никогда не задавалась этим вопросом. Надо будет уточнить. А вот что делать девочкам, которые очень хотят заниматься чирлидингом, но не могут из-за своих пышных форм? Если они, конечно, очень хотят, то они приходят, и мы все вместе прикладем свои фигуры в порядок. Ну, давай тогда дадим советы тем, кто очень хочет заниматься чирлидингом, но не может. Во-первых, это желание. Во-вторых, это стремление. А в-третьих, ну, конечно же, свободное время. Класс. Но фишка — выведите всех. Каждый из вас сталкивался с классической литературой. Мы изучали ее в школе, знакомились с ней дома. Но я более чем уверена, что никто из вас никогда не задумывался о странности названий этих произведений, их героев и судьбах. Но фишка — выведет всех классиков на чистую воду. Почему Гоболь сжег второй том мертвых душ? Ведь так-то рукописи не горят. Почему это вышло? Мне кажется, он сказал перед тем, как сжег том, «Эх, к черт моей бабушке все это». Ему было стыдно, видно, не то, как написал. Это то же самое, что нажать на кнопочку и стереть текст. Как думаешь, почему кота из «Мастера Маргариты» зовут именно бегемот, а не жираф там, например? Ну, мне кажется, он такой себе приличный парень, с большими боками. Ну, как кот может быть жираф? Как будет «Мумол» в множественном числе? Она одна, единственная, наверное, всегда так останется «Мумол». «Мумол», «Мумумы», «Мумол», «Мумумы». В уменьшительно-ласкательном. У ней было строгое имя «Мумол». Вы хотите, чтобы я сказал «Мумушечка»? «Мумушенька». Если у Булгакова Маргарита Булгаковская, то у Пушкина Татьяна. Никаких соображений. Но на самом-то деле она ларина. Почему паруса были именно алыми? Так лучше замечается. Ну, или она была тоником. Можно вести бесконечные споры о том, что же все-таки на самом деле лучше – книга или фильм. Я вот думаю, что книга. А, нет, фильм или книга. Ладно, смотрите фильмы, читайте книги, и будет вам счастье! В чем отличие волонтера от Волан-де-Морта? У одних есть нос, а у других нет. Волонтеры — это добрые, честные, бескорыстные, замечательные люди, а Волан-де-Морт — грязный и злой злодейник. Волан-де-Морт — он лысый, а я волонтеров лысых знаю немного вообще. Еще я не знаю волонтеров без носа, только если Майкл Джексон им не был. Ну, Волан-де-Морт — это какое-то такое, знаешь, мифическое создание, которое еще и без носа, там, колдует что-то. А Волан-де-Морт — злой, волонтер — добрый. Ну, прикольно, знаете, она слова выучила, слова, все. Ты же добровольец? Я волонтер? Да, почти. Чем поможешь челябинцам, если на них вновь упадет метеорит? Ну, что тут поделать? Поддержать их? Такое счастье выпало городу, о нем узнают, не то что о ноябрьске. Без чего не обходится ни один волонтер. Те, у кого нетерпения, недолго остаются волонтерами, я думаю, в общем, быстро надоедает. Без доброго сердца вроде. Помогать бескорыстно, помогать людям — это круто? Конечно, это круто, это модно, это молодежно. Стильно, модно, молодежно. Ноябрьск, 24. Волонтер — это тот человек, который не успевает поесть, у которого нет свободного времени. Тот, который остается жизнерадостным, добрым человеком. Если ты еще сомневаешься, чтобы стать добровольцем, то лучше пообщаться с этими людьми. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока. Я отправляюсь спасать людей. Я не супермен. Меня на всех не хватит. Видите мою жертву? Я сейчас, как дикий хомяк, буду атаковать ее. Смотрите. Смотрите. Наши чудо-блюда готовы. Предлагают видать ее и порцию хороших фильмов. К вашему сведению, черлидинг — это самостоятельный вид спорта, у которого есть также свои соревнования как российский масштаб, так и по всему миру. Слушай, ну а черлидинг — это ведь не только элементы танцев, аэробики и акробатики. Это ведь еще и кричалки. Ну, конечно. Куда без них? Я, конечно, понимаю, что ты привыкла выступать только на спортивных мероприятиях. Но давай смоделируем ситуацию. Вас пригласили болеть за команду телевизионного проекта «Фишка». Как это будет? Сейчас мы тебе это продемонстрируем. Три, четыре. Обойди хоть всю планету, лучшей фишки в мире нету! Олеся, а чем ты занимаешься, кроме черлидинга? Я умею играть на гитаре. Еще люблю заниматься йогой. Но, конечно, когда у меня есть свободное время, то я бегу в спортзал. А как в школе успехи? В школе иногда бывает тяжко, но благодаря моим усиленным стараниям я иду на золотую медаль. Ты большая молодец. Как ты вообще это все успеваешь? Ну, у меня, можно сказать, каждый день расписан чуть ли не по часам. Это вот все, конец. Я просто думал, ты сейчас все что-то говоришь. Что ж, Олесь, спасибо тебе, что уделила минутку из своего плотного графика. Удачи тебе. Спасибо. Сегодня мы познакомились с умной, красивой и спортивной девушкой Олесей Безбородовой, у которой жизнь бьет ключом. И вам я тоже советую не сидеть на месте, а искать свое призвание, даже если оно заключается в том, чтобы трясти пумпонами. В чем твоя фишка? О, моя оборона! Моя фишка в шпагате. Я Майкл Джексон. Моя фишка в том, что я умею классно трясти пумпонами. Моя фишка? Ну, я могу заснуть везде. Моя фишка – долго думать. Я люблю танцевать, и я этим живу. Наверное, в том, что я красивый и скромный. Очень скромный. И очень красивый. А в чем твоя фишка? Ну, ты в курсе. Выясним, как всегда, ровно через неделю. Смотрите нас каждую пятницу, ровно в 20-20 на телеканале «Ноябрь-24». И по воскресеньям в 9-10 на 0 на ТНТ. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова